Всем привет, друзья! С вами Ниломоб. Сегодня мы поиграем впервые в игру, новую игру, которая только-только вышла. Сегодня у нас 13 мая. Да, 13 мая. Вот, я, собственно, записываю сейчас ролик, он пойдет уже, собственно, и на ютуб за ответственно. Так, игра называется A Plague Tale, то есть, как это перевести, как, можно перевести, как чумовая, чума, знаете, что такое чума? Чумовая история, невинность, и нюнсенс, этот вот, это невинность переводится. Значит, давайте нажмем любую клавишу. Игрушка. Наследие Деденулов. Так, это я уже просто проверял, как оно, короче, запускается, у меня хотя бы игра. Новая игра, и сразу же будем смотреть. Режим звука, стандарт, стероколонки, вариант интерфейса, стандарт, обычный режим, в котором отображаются все индикаторы и элементы интерфейса. Так, подтвердить. Бам, скорее бы, Детройт. Ну, выйдет, я надеюсь, что у меня появится эта игра. Значит, что тут? Выберите фамильный герб. Ага, разные есть гербы. Какой мне больше всего герб нравится? Есть такое дерево, есть зеленое что-то, есть такое с солнцем, есть вот этот синий с такой стрелкой, по-моему, неплох. Пускай будет он. Так, что мы здесь видим? Крысы. Ну, мы знаем, с нами... Фу-то е-моё. Мы с вами знаем, что как раз крыса является довольно-таки серьезным распространителем чумы, грязной грязи, болезней. Наследие Дерунов. Дерунов, Д-приставка, это значит, что к какому-то высшему роду относятся люди или высшему чину, то есть когда знать. Так, тут надо что-то нажимать или нужно ждать? Ну, раз уж нажмем мышкой, ничего не происходит. Значит, наверное, это загрузка, скорее всего, идет. Правда, никакого индикатора загрузки я не наблюдаю пока что. Это означает то, что... О! Когда этот кубик крутится внизу, это загрузка. Итак, погромче, чтобы я слышал все четко. У вас все должно быть хорошо со звуком. Слишком медленно! Амилия, как ты будешь следовать за сюзерном? Вы только к этому меня готовите, следовать за кем-то. Амития. Я пойду всех и мучу вперед, а они будут глотать пыль. Но для этого мне понадобится хорошая лошадь. Ты настолько просила об этой прогулке. Почему именно сюда? Дерево. Так это уже... Какое дерево? Отец, яблоня, я хочу еще раз пройти рыцарские испытания. Испытания? Но тебе уже не 10 лет! Привет! Пожалуйста, отец! Я только тренировалась. Ладно, пойдем. Так, это у нас девочка. Этой девочкой мы будем играть. У нее есть брат младший. Мы его, наверное, увидим. Так, собака. Мы сейчас в какой-то на тренировке находимся. Ну, нас будут учить играть, наверное. Собака, привет! Игрик. Оп! Оп! Ничего не нажимается. Е нажал букву. Написано было Игрик. Погладим собаку. Чумная сказка. Чумная. Чумная сказка. Ну, собаку погладил. Так, вот это наш отец. Сразу видно, что тут какое-то средневековье, да? Взгляните на Леона. Краса Гиены рвется вперед. Ага, все его рвение объясняется голодом. Значит, у вас есть кое-что общее. Хм, ты дерзишь. Девушка, что это? Ну, прическа только сейчас заметила. Давай, мальчик, ты найдешь добычу. Я в тебя верю. Не слишком-то надейся. Идем. Мы ненадолго. Осмотреться. Ну, графика мне уже нравится. Симпатично, правда? Деревья, это все глистя. Очень прикольненько, Даш. Так. Девушка симпатичная. Смотри, ленточка твоей матери еще здесь. Здесь я посватался с ней. Да, отец, знаю. Жаль, она не смогла пойти с нами. Ленточка, которой привязал отец. Тут они посватались. Интересно. Мы можем через шрифт бежать? Нажимаю шрифт, она не бежит. У каждого свои обязательства. Аммиция. Твой долг в семье. Эй, я с тобой разговариваю. Ха-ха, ваша воля закон, Шевальеда. Вперед, и добудь, наконец, хоть что-нибудь. Так что, я говорил, у всех свои обязательства. Я распоряжаюсь этой землей, твоя мать заботится о твоем брате. А ты? А вас так мало вижу. А с матерью мы увидимся и то реже. Послушай, мы здесь ради тебя. Так что... Роберт отца зовут, кстати. Так что... Следуй за мной, дочь. Побежали. Эй, подождите! Надеюсь, прощ... Конечно, конечно. Там что-то... Не успел прочитать, но ладно. Бежим-ка. Давай, давай! Оп! О, батя у нас силен. Осмеришься ли ты войти в врата испытаний? Аммиция Дерун не видает преград. Врата испытаний. Эта яблоня была положена в день твоего рождения. Она покажет, чего ты стоишь. Милостыривый рыцарь, каковы условия испытания? Священные яблоки со священной... Эм... Яблони отравлены великим злом. Если уничтожить шесть отравленных яблок... Пока я сочту до десяти, я посвящу тебя в рыцаре. Я принимаю вызов. Рядом с стволом есть камни. Сходи за ними и скажи, как будешь готова. Так, посмотреть. Камни. Рядом с чем он сказал? Деревом? Наберите камней для... Прощи. Камней для... Может быть, тут камни надо бы... Надо подобрать. Собака, привет. Ты тут что забыла? Я не понял, где именно камни лежали. Так, подожди-ка, сейчас разберемся. Ага, вот камни блестят. Или это не камни? Похоже на камни. Амиссия, что ты делаешь? Я готова. Я должен думать, что я уже не дитя. Тогда возвращайся, становайся на черту. Стрелять будешь отсюда. Больше камней взять нельзя. Слушаюсь. Так, нажмите лепну кумышке, чтобы прицелиться из пращи. Лепну кумышке. Будем сейчас по яблокам стрелять. Какую... Ага, за деревом встать. Вот эта линия наша, да? Начали, чтобы подготовиться к выстрелу. И к выстрелу. Нажмите, что... Ага, нажмите лепну кумышке, чтобы подготовиться к выстрелу. И пустите, чтобы выстрелить. Так, это мы, короче, прицеливаемся. Машем, 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 машем. Оп. Есть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Давай, Амиссия. Амиссия. И десять. Неплохо. Но твоя проще чертовски шумная. Это же ваш подарок. А, да-да, я забыл. Бог ты мой, что с ним? Рассмотреть. Что-то нашел? Наверное, учуял кролика. Давайте побежим. Беги вперед. Я следом. Мне за тобой все равно не угнаться. Нажмите С, чтобы присесть. Чикс. Чтобы ускориться, нажмите Shift. Леон, подожди меня. Так, нажмите Space, чтобы припрыгивать через определенные препятствия. Оп. А, на ходу нельзя проперепергивать. Боже мой, какая классная. Я обалдею. Леон, охотчая собака не должна терять охотника. Амиссия. Амиссия. Именно такое у нее интересное. Необычное. Леон, куда он делся? Вперед надо, наверное, бежать. Оп. Паркур, паркур. А, вот ты где. Так, что же он там нашел? Какая-то фигня случится, скорее всего. Что ты унюхал? Боже. Вепер? Ты мой хороший мальчик. Амиссия, что он нашел? Иди сюда. Вепер. Дичь. Хватит на небольшой пир. Попробую попасть из пращи. Может, получится только подберись, украсться в траве. Ты сможешь украсться в траве. Так, нажав С, вы присядете и будете двигаться бесшумно. Так, можно укрыться в высокой траве. Так, ну вот слева трава, я вижу, есть какая-то. Она есть. Он пьет. Пора действовать. То есть мы так заныкались, получается себе. Заныкались. И-то отсюда надо стрелять ко мне. О нет, он меня заметил. Иди, найди способ подобраться ближе. Нужно попасть в голову. Ага. Как ближе попасть к нему подкрасться? Попасть в голову нужно. Нужно найти специальный куст. Осторожней, нужно попасть ему в башку. Я стараюсь, хочу, чтобы у нас был пир. Я знаю, у тебя получится, милая. Вот так. Пряжься в высокой траве. Вниз. Ну вот высокая трава. Что я не так сделал там? Может так было задумано, чтобы он от нас немного убежал? Опять не заметил? Пока не шарю. Как это сделать? Мы будем пытаться. Пока не получится. Отличный бросок. Ты всегда так метко бьёшь, когда голодна. А. Рано радуешься. Твое блюдо, кажется, убегает. О нет, нет, нет. Вперёд, Леон. Не потеряй след. Так. Кабан оказался не так просто. Обещаю. Сегодня нас ждёт. Королевский обед. Насколько в этом... Я нисколько в этом не сомневаюсь. Не сдавайся. Так, выстрелили в кабана. Ну идёмте. Мы можем бежать быстрее, по идее. Я иду, Леон. Не дай ему уйти. И тогда получишь кусок. В болото? О нет, я здесь завязну. Назад, назад. Раз тут мы завязнем. В болото нам не рекомендовано лезть. Кровь. Вепри, он истекает кровью. Мне что-то попали камнями по башке. Рассекли, походу, ему голову. А тут всё такое становится... А, перебелка. Замолчал. Видимо, он нашёл его. Что-то мне подсказывает, что там сейчас какая-то... Какая-то... Ой! А, штаны облипли почти новые. Кое-кому это не понравится. Так, мама будет точно не рада. Но это уже какая-то вонь, а не лес. Это уже какое-то болото. Это жижа, жижа. Фу. Это не пролезть, что ли? О, пролезла. Деревья. Что здесь произошло? Леон, ко мне! Это... Это вепри? Но как? Леон не мог сделать этого? Такого. Леон, ко мне, Леон! Это вепр? Это его такову-то кто-то когтями изгрыз. Цапанул карбанат. Это кто-то. Ничего себе! Жесть какая! И собака что-то стонет. Присесть. Леон, я здесь, я вижу! А вот он, пораненый. А где? Чё, чё, чё? Какой-то... Ой, ёгт, засасывает в эту жижу. В яму. Леон, как это... Кто это сделал? Ого-го-го-го! Нет! Леон! Нет, нет, нет! Вот я вольщина! Идём немедленно! Чё-то там какая-то... Фигня какая-то живёт. Непонятная. Плэгью Тейл и Носинс. Чумная сказка. Я соберу охоту, ты найдёшь мать. Что мне нужно с ней? Она, наверное, заботится о Гуго. Конечно. Девочка в шоке. Сэллы собирает команду, чтобы... Митсия! Он был хорошим псом. Да уж, она любила похуду эту собаку. Так! А где заклёпки, чтобы дверь там... А пока не успела их сделать. Ты слышал, что войска англичан уже близко? Эх! Так! Что нам теперь нужно изучать город? Или какая-то конкретная наша миссия есть? Так, мне... С новыми заклёпками придётся подождать. Кстати, какие новости о городе? Все на взводе. Кое-кого ночью уже успели покусать. Может, это англичане? А зачем англичанам ходить кусаться? Ну, не знаю. Чтобы сбить вас с толку. Так, кузнец. Доброго дня, госпожа Амитсия. Привет, кузнец. Вижу, ты делаешь копытца. Молодец. Курочки бегают. Курочки. Так, это кто такая? О, госпожа Амитсия, как ваша прогулка? Потом, Флора, скажи остальным, что не ходили в лес до особого распоряжения. Хорошо, я всем передам. Курицу потрошит. Ага, она мёртвая курица, она с неё перья вытягивает. О, поросёнок. О, свиньи. Прикольные хрюшки. Можно её как-то погладить. Классные свиньи. Здоровенные такие. Здоров, свиньи. Как дела? Тут вас проведаю немного. Так, мы находимся в городе. Судя по всему, наш отец является старшиной, вождём. Как ещё можно назвать его? Главой этого поселения, да? А дочкой... О, можно лошадь погладить. Чек. Амитсия. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Всё, лошадь погладил. О, белая лошадь. О, госпожа Амитсия, вы вернулись. Тео, случилась беда. Собираю стернеки, отправляйтесь вместе к моему отцу как можно быстрее. А, я, кстати, я поставил для вас несколько мишеней за конюшнями. О, спасибо тебе. Несколько мишеней за конюшнями поставил для меня. О, можно залезть наверх. Попробуем, посмотрим. О, это что такое? Кувшин какой-то. Подарок. Вот ты где, я так тебя искала. Свиток. Что за свиток? И какая-то уточка у нас появилась в инвентаре. Нажмите какую-то кнопку, чтобы что? Подарки. Кодекс. Глиняный свиток, который подарил Амитсии на ее первой охоте отец. Для наших предков свитки были и игрушками, и незаменимыми помощниками. С помощью свитков отряды могли координировать действия на охоте и на войне. Свиток, я сказал? Это свисток. Фу ты, билин. Свисток. Ну, они же похожи. Вот сюда свистишь. Координировать действия на охоте и на войне. Свиток, ё-моё. Свисток нашли. Свисток. Тут не пройти. То есть мы сюда поднялись для того, чтобы собрать... Скорее всего, такие всякие статуэтки, это будут как ачивки наши. То есть достижения в стиме. Так, нашли мы одну безделушку. Свисток. Подарок отца. Для кого-то безделушка, а для кого-то это важный подарок. Так, это, судя по всему, улья. Тут у них добыча мёда. На заднем дворе мне сказано было, что для меня сделали мишени. Это горшки, которые говорил Тео. Прощайся. Прощайся со мной. Прощай. Прощайся со мной. Да. Так, надо будет покидать у горшки камни. Мы должны их разбивать? Судя по всему, да. А тут мешок, который я кидал, это, видимо, был... А, камни закончились. Это мешок с камнями. Чикс. Три камня есть. Ага. Промазать им ещё можно. Должно сузиться. Теперь попасть. Поняли? Кидать правильно. Сразу отпускать нельзя. Должно сузиться. А у меня тут ещё есть возможность пособирать камни. Вот это, наверное... Может быть, это не нужно делать, но я хочу дострелять. В любом случае. Бамс. И бамс. Получено достижение тяжело в учении. То есть, это мы ачивку выполнили в стиме. Леон, если бы я поторопилась... Я убила того, кто это сделал с тобой. Я бы убила... Но я что-то сомневаюсь, что ты бы убила. Может, это какая-то, по-моему... Жижа. Это не существо. Так, а что мы должны были сделать? К воротам бежать? Мы тут всё обошли. Полностью кругом. Мы должны были кого-то предупредить, собрать. Может, на лошадь нужно было мне залезть теперь? В ворота войти, выйти. Камень. Попадите в голову оглушает... А, попадание в голову оглушает противника. Так, тут мы были с вами? Тут свиньи. У свиней я был в гостях. Я тут уже весь городок обошёл, по-моему. Значит, я к кому-то не подошёл, правильно? Кузнец. Работает вовсю. Тут точно гуго не будет. Гуго, ты где? Карта какая-то есть. О, кажется, я нашёл. Избави нас от... Избави нас от зла. И даруй нам во все дни... Чего-чего-чему? Там что-то про чему он говорил? Так, вот это, наверное, церковь. Мы в новую локацию сейчас зайдём? А это кто-то молится. Может быть, этот как раз гуго болен? Он с мамой? Так. Пожалуйста, позаботься о Леоне. Он заслужил место подле тебя. Даже если иногда он озорничает. Прощай, мой милый бёс. Ну, понятно. Скорбит за собакой. Ну, конечно же, если не со щенка выращивали её. Любили эту собаку. Конечно же, потерять её неприятно. Так, мы вышли в другой двор. Правильно я понимаю? Надеюсь, матушка не слишком занята. Радость будет недолгой. Дожди уже уничтожили посевы. Люди умирают от голода. Нам повезло, что мы живём в этом доме. Помни мои слова. Это верно. А, он суткой разговаривает. Ну... Иногда от одиночества человек может разговаривать даже с уткой. А, Габриэль. Матушка наверху? Да, она ночевала там. У малыша опять случился приступ. Так, мальчик болеет. Значит, она не в настроении. Утка, иди сюда. Утка убегает от неё. Так, матушка не в настроении. И понятно. Нам охота здесь всё изучить. Или мы можем сразу же к матушке идти. Конечно же... О, нюхает что-то. Ага, тут они стиркой занимаются. Нет, классно. Нарисовано всё очень даже симпатично. Мне напоминает... Знаете, мы играли игру про мышонка. Как она там называлась? Of Tales там что-то было. Of Tales. Ghost of Tales что-то или нет? Или как-то... Была тоже такая похожая, очень схожая графика с этой. Вот это уже похоже на их дом. Вот, я выбрал себе герб. Тот, который в самом начале у нас был. Да? Возможность была выбрать. Так это что? Давайте первый этаж вначале изучим. Раз уж можно на второй подняться. Слыхала, что в деревне случилось? Людей искусали. И детей. Представить только. И кусает? То, по ночам. Голод, война на пороге. А теперь ещё и вампиры. Как же это мы так нагрешили. Раз, навлекли на себя. Это ужас. Ой, здравствуйте, госпожа Эмитция. Я вас не заметила. Приветствую, госпожа. Здравствуй. Это слуги ихние. Понятно. В те времена вот такие вот слуги ещё были. Стол натирает. Чистит. А это что делает? Тоже там что-то драйвит. Щётками причём. Так. Это наша... Я так понимаю... Как бы не кухня. Ну, как бы трапезничная. Тут они употребляют еду. Собственно. Кто сидит... Есть стул. Должен один трон ставить. Это тут вот глава. Глава тут должен сидеть. По идее. Или с той стороны. Все остальные. Тут жена, по идее, сидит. Тут, по идее, слуги подают еду. Готовят её. Подают. Так. Тут они что-то моют вовсю. О! Ещё один подъём наверх. Последний раз, когда я так подымался, я нашёл свистелку. Возможно, в этот раз тоже мне посчастливится что-то найти полезное. О! Что-то блестит. Посмотрим. Ммм, корица. Как она пахнет. Правильно, что они её так далеко запрятали. Иначе отец добавлял бы её в любое блюдо. Так, мы нажмём «Ай». Посмотрим корица. Диковинки. Специи в те времена были редкие и дорогие. Не все могли себе их позволить. Кроме того, люди верили в иерархию стихий и выстраивали её, исходя из близости ко Всевышнему. Огонь был выше воздуха, воздух выше воды, а вода покрывала землю. Овощи, которые произрастали на наименее благородном элементе, считались уделом бедняков. В то время как парящие в небесах птицы имели все шансы оказаться на тарелке аристократа. Диковинки и подарки. Вот такие вот штуки мы пока что с вами сумели найти. А если я упаду? А упасть нельзя. Неразрешено. Можно только ходить по чётко отведённым местам. Ну ладно. Так, мы тут первый этаж изучаем пока что. Давайте сюда ещё посмотрим. Запах твоей тряпни согревает сердце. Лия. Ох, ничего особенного, но думаю вам понравится. Не сомневаюсь. Это судя по всему повар. Вот здесь как раз они готовят основные блюда. Для, собственно, хозяев. Хлеб. То есть наша главная героиня явно не простая девчонка. Она является дочерью очень важного человека. Какого-то управленца, да? Как мы поняли с вами. С ней все госпожа. Здравствуйте. Все на вы к ней относятся. То есть довольно-таки уважительно к ней. И она одета хорошо. Так, мы сейчас поднимемся, наверное, к матери, которая будет не совсем рада. Да, госпожа Беатрис. Будет сделано. Луиза, ты была у мамы? Именно так. А вы, Эм, хотите её увидеть? Это важно. Приказ отца. А если так, мне нужно закончить уборку в вашей комнате. Кстати, я кое-что оставила у вас на постели. Законите посмотреть, если желаете. О, спасибо. Так, давайте глянем. А куда? Где? Она пошла в мою комнату? Так, тут ничего. Интересно, что там она в моей комнате оставила. Это моя комната? Ух ты, красота какая. Классная комната. Камин раздувать. Так, тут она что-то чистит. Дальше продолжает. Это что? О, Леон, как я буду без тебя? Тут собака её спала. Так это была её личная собака, раз она у неё в комнате была? Это был её личный, личный пёс. Что же она тут оставила для меня? Скатерть. Это та самая салфетка, которую мама сделала для меня, когда я была совсем маленькой. Я её везде ищу. Спасибо, Луиза. Всегда, пожалуйста, милая, не потеряй её теперь. Это подарок снова, она теперь от матери. Мы её нашли. Ай, добавилась в нас, в диковинке добавилась. Сотканные вручную салфетки и скатерти часто были украшены вышивкой. А применялись для того, чтобы горячие от кушаней тарелки не испортили стол. Эта скатерть украшена фемильным гербом. Именно на таких скатертях часто учились вышивать благородные девицы. Наша героиня благородная девица. Вот наш геоп семейный. Так, к маме мы успеем зайти? Дело в том, что мы подходим уже почти полчаса. Я отснял первый ролик по этой игре. Я его, конечно же, загружу на YouTube. Так, это другая комната. Тут, наверное, эта комната, скорее всего, нашего брата. Но тут ничего взять, ничего посмотреть мы не можем. Значит, мы сейчас вернемся, по идее, обратно. Зайдем к маме, проведем с ней диалог. И на этом наша серия подойдет первая к концу. Откроем же дверь. Красивая девушка. Очень хорошая у нее фигура. Сложена она, классно. Ну, то есть, не толстая. Ноги, руки, лицо симпатичное. Это Амилья, да? Это мама ее? Боже, и мама какая? Мама? Ты же знаешь, что тебе сюда нельзя. Я знаю, но в лесу на Лиона кто-то напал. Милая моя, я бы хотел подслушать, но у меня совсем нет времени. Такс. Мама такая что-то строгая. Почему она не хочет с ней дочерью проговорить? Но это правда. Леон лежал на земле, и потом его... Тсс, останься, останься с братом. Мама какая-то странная. Почему? Что происходит? Он сидит за призывной дверь, и не открывай ставни, чтобы не случилось. Но, но, Гюго, он не заразен. Я понимаю, что ты едва знаешь его, но он будет хорошо себя вести. Авермия, Амитция. Да, мама. Чикс. Мама хорошая, ну, выглядит на лицо приятная, и дочка у нее всем... Ну, понятно, что и дочь симпатичная получилась. Так, ладно. На вид они мне, ну, как бы симпатизируем. Нажмите игры, чтобы... Найдите Беатрис в покоях. Так, тут мама, найдите Гюго. Все эти зелья, матушки, сможет ли вы однажды исцелить его? Она изучает книги, она вся в науке, в книгах для того, чтобы исцелить ребенка. Мамочка, ты здесь? Пока что не здесь, мамочка ушла твоя. Сколько они здесь? Четыре года? Пять? Книги... Подъем по лестнице недоступен. Это вход к этому Гюго? Так, я говорил, что мы на этом моменте остановимся. Давайте, ребята. Совсем скоро будет вторая серия. С вами был Неломоп. Мы играли в игру. Не скажу, как называется игра, потому что название... Чумная сказка. Чумная, чумная сказка. Всем пока-пока. С flavенп, как не случилось... food Basically... Палedsка practiced, поória... до 20-летнего помещения. 现,... Со огонь до 5-я.